Урок двадцать шестой. Задача первая. Выполнить действие. Надо выполнить вычитание алгебраических дробей. Знаменатель первой дроби. Есть общий множитель 4. Надо вынести за скобки. Знаменатель второй дроби. Общий множитель 3 выносится за скобки. В скобках будет разность квадратов и надо разложить на два множителя по формуле разности квадратов. Теперь определить дополнительный множитель каждой дроби. Дополнительный множитель первой дроби. Это 3 умножить на х плюс у. Дополнительный множитель второй дроби. Это 4. И числитель, и знаменатель следует домножить на дополнительный множитель. И получатся дроби, приведенные к общему знаменателю. Можно записать под единой дробной чертой, поскольку знаменатели одинаковые. Затем взаимно уничтожаются их сумма равна нулю. Затем сократить на 12. И получится ответ. Алгебраическая дробь, у которой числитель 3у, а знаменатель х квадрат минус у квадрат. Задача вторая. Выполните действия. Чтобы выполнить вычитание алгебраических дробей, надо привести их к общему знаменателю. Это формула квадрат разности х минус 4 в квадрате. А здесь квадрат суммы. Общий знаменатель будет квадрат разности умножить на квадрат суммы. Каждую дробь домножить на дополнительный множитель. Записать под единой чертой. Затем надо упростить. Сумма равна нулю. Взаимно уничтожаются. Сумма равна нулю. Значит, что получится? Числитель 16 умножить на х, а знаменатель х минус 4 в квадрате умножить на х плюс 4 в квадрате. Задача третья. Выполните действия с алгебраическими дробями. Прежде всего, давайте вынесем минус вперед, перед дробью. Отнять минус – это все равно, что прибавить дробь. И тогда приводим к общему знаменателю. Общий знаменатель разность квадратов. b квадрат минус 36 раскладывается на два множителя. Подписываем дополнительные множители у каждой дроби. Здесь дополнительный множитель будет b минус 6. Значит, надо домножить и числитель, и знаменатель на дополнительный множитель. У второй дроби дополнительный множитель b плюс 6. Здесь единица. Так, когда дроби приведены к общему знаменателю, вот все числители можно записать под единой дробной чертой. Затем надо упростить. Здесь получится 5b минус 30 числитель. Знаменатель b квадрат минус 36. Общий множитель 5 можно вынести за скобки, а затем можно сократить, разделить числитель и знаменатель на b минус 6. И получаем ответ. 5 числитель, b плюс 6 знаменатель. Задача четвертая. Решите уравнение. Здесь надо применить формулу разность кубов. 8 – это 2 в кубе. По формуле раскладываем на 2 множителя, произведение двух множителей. И теперь надо заметить, что есть общий множитель х минус 2, который можно вынести за скобки. Выносим. Что будет в скобках? От первого слагаемого останется х квадрат плюс 2х плюс 4, а здесь будет минус 2х. Взаимно уничтожаются. Сумма равна 0. Что получилось? Получилось, что произведение равно 0. Произведение двух множителей. Первый множитель х минус 2. Второй множитель х квадрат плюс 4. И произведение равно 0. В каком случае произведение равно 0? Когда хотя бы один из множителей равен 0. Первый множитель равен 0, когда х равен 2. А второй множитель не может быть равен 0, потому что х в квадрате, вот это значение, не отрицательное. Если к неотрицательному числу прибавить 4, получится положительное. То есть 0 не получится. Так данное уравнение имеет единственный корень. х равен 2. Задача пятая. Верно ли утверждение? Квадрат нечетного числа является числом кратным 3. Квадрат нечетного числа. Вот это формула нечетного числа. Квадрат нечетного числа. Но это утверждение неверно. Потому что достаточно привести хотя бы один контрпример, показывающий, что это невозможно. Так, например, если n равно 3. Что получится? Здесь будет делиться на 3, делиться на 3. При делении на 3 дает остаток 1. Например, 7 в квадрате, 49. Число, которое не является кратным 3. Значит, данное утверждение неверно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok